Из пробирки и из печки. Новые сорта картофеля и его вкусовые качества презентуют на межрегиональной выставке. В Чебоксарах в 11 раз собрались ведущие селекционеры страны и руководители сельхозпредприятий. Подробности в следующем материале. Выставка картофеля бьет рекорды по количеству участников. В этом году более 80 экспозиций. Постоянные гости в республике – белорусские компании. Предприниматели из Минска планируют наладить партнерские связи с аграриями Чуваши. Не хотите организовать у нас? Мы будем думать, что это будет. Зъемлю в аренду, вы лично все получите на 49 лет. Мы будем вашими поможем. На стендах новые сорта. Картофелеводы республики сейчас испытывают семена, обогащенные витаминами. Этот сорт у нас хотим вывести. Новый сорт диетический. Синий мякотью. Там, говорят, сами, конечно, мы не проверили, но говорят, что антиоксидантные вещества там много. Полезная ухлобая диабетом. Укрепляет крайностные сосуды от рака. Селекционная наука, отмечают специалисты, шагнула далеко вперед. Премьера сезона – разноцветный картофель. Надо разноцветный картофель продвигать потихоньку. Потому что это здоровье. Если войти, все равно пойдем уже в отрезку. Вот это разноцветный картофель. Это слабое, бывает краснее. Содержание аминных кислот больше, да, получается? Да. Большим спросом сейчас пользуются влагостойкие сорта и семена, устойчивые к вирусам. Выставка второго хлеба привлекает огромное количество гостей. От руководителей крупных предприятий до дачников. Депутат Госдумы Леонид Черкесов признался, что и сам старается приобретать картофель именно здесь. В 11 раз участвую и каждый год что-то новое для себя лично познаю. И новые сорта. На этот раз решили новый сорт еще дома попробовать выращивать. И, конечно, очень здорово. Эта выставка помогает наладить деловые отношения с другими хозяйствами за пределы нашей республики. Сейчас в республике картофеля выращивают больше, чем его потребляют. Михаил Игнатьев отметил, что аграрии Чувашии должны увеличивать экспортные поставки второго хлеба. Уверены сами сельхвостоваропроизводители. Они потому что приезжают на выставку, демонстрируют свои достоинства и перенимают опыт. Я вижу покупателей семенного картофеля. Там практически даже на улице очереди выстроились. Значит и горожане хотят выращивать этот продукт, этот картофель. И все это востребовано на рынке. Во-вторых, конечно, селекцией надо заниматься. Генетика в одно время у нас была потеряна. Но на сегодняшний день селекционно семенной центр картофеля создали мы в Комсомольском районе. Я сегодня посмотрел, убедился. На самом деле уже на первом этапе есть хорошие достойные результаты. Селекция картофеля – федеральная программа, участие в которой принимают и аграрии Чувашии. В этой программе мы будем строить теплицы. Первые шаги уже сделаны. Лаборатории открыты по ПЦР. Мы уже занимаемся микрофональным размножением картофеля. Сегодня, если мы хотим наращивать производительность труда, важно менять технологии, важно менять мышление. Развитие картофелеводства как раз и обсуждают участники выставки. В деловой программе, дискуссионные площадки и научно-практическая конференция. К агрофоруму подготовились и кулинары. За сколько ночей приготовили? За ночь. За ночь? За ночь. Из второго хлеба за ночь приготовили 190 блюд. От варенников до картофельной колбасы. Сначала картофель отваривается, потом туда пропускаем мясо и этот нанизываем, да? Доводим до вкуса и набиваем натуральную оболочку. Выбираем для приготовления своих блюд сорта, выращенные в Чувашской республике. К отраслевой выставке приурочили и конкурс фотографий, рисунков и подделок из картофеля. Авторам лучших работ вручили призы. Дмитрий Ковалев, Галина Титарчук и Павел Редков. Республика.